Сварочный шаблон High-Low Еще одним универсальным шаблоном является шаблон сварщика High-Low. Как и у всех шаблонов, которые мы представляем в этой программе, контроль размеров с помощью этого шаблона позволяет получать результаты как в метрических, так и в английских единицах измерения. С помощью шаблона High-Low можно измерить смещение внутренней кромки после сборки, толщину материала после сборки, проконтролировать угол скоса 37,5 градусов, измерить сборочный зазор после сборки и усиление стыкового шва. Начнем со смещения внутренней кромки. Прежде всего ослабьте стопорный винт и вставьте наконечник шаблона в сборочный зазор. Затем поверните шаблон на 90 градусов и потяните за корпус шаблона до тех пор, пока он не коснется наружного диаметра трубы. Это необходимо для плотного прилегания шаблона и, соответственно, обеспечения точности отображаемых показаний. Теперь потяните за шаблон до тех пор, пока ограничители для контроля совмещения внутренних кромок не окажутся вплотную прижатыми к внутренней поверхности труб. Размер смещения можно прочитать по этой шкале. Аналогичной процедурой можно также воспользоваться для измерения толщины стенок после сборки. Для снятия данного размера используйте индикатор толщины материала и эту шкалу. Чтобы измерить сборочные зазоры размером менее 1,16 дюйма, ставьте ограничители для контроля совмещения в сборочный зазор. Если более тонкая часть шаблона не проходит в зазор, значит размер зазора составляет менее 1,16 дюйма. Если шаблон частично проходит в зазор, значит размер зазора составляет от 1,6 дюйма до 3,32 дюйма. Если ограничители свободно проходят через зазор, размер зазора составляет более 3,32 дюйма. Эту же процедуру можно также использовать для контроля угла скоса 37,5 градусов. На этот раз, прежде чем вставить шаблон, убедитесь в том, что шкалы контроля совмещения установлены в нулевое положение. Теперь плотно прижмите корпус шаблона к стенке трубы и опустите шаблон внутрь сборочного зазора до упора. Если скошенные выступы шаблона плотно прилегают к скошенной фаске на конце трубы, это значит, что угол скоса соответствует значению 37,5 градусов, что является стандартным для большинства труб и типов разделки. Для измерения длин катетов угловых швов и усиления стыкового шва можно воспользоваться другой процедурой. Поместите шаблон над угловым швом и снимите фактическую длину катета углового шва по этой шкале. Эту же процедуру можно использовать для измерения усиления стыкового шва.